Я не напрягаюсь, я просто чувствую, воздух сам идет, и я ему даю идти в трубу, все! Это все, что я делаю! Привет, друзья! Сегодняшняя история, еще один пример из разряда предпрофессиональных и профессиональных навыков. И консерватория — это определенно очень высокий уровень, некоторые студенты консерватории играют лучше, чем в ведущих оркестрах трубачи играют или какие-то солисты, то есть это действительно очень высокий уровень. Много классных профессионалов ко мне обращалось за занятиями, и я раньше думал, что им еще нужно-то вообще, зачем они ко мне обращаются. Но когда ты начинаешь уже в занятиях и слышать, что люди рассказывают, что они много лет не могут справиться с какой-то историей, и действительно начинаешь больше слышать, как человек занимается, что у него там за историей, да, вот эти маленькие пробелы такие, которые не слышны иногда в выступлениях, то начинаешь уже эту проблему разбирать, и когда она действительно решается, и ты слышишь слова благодарности, это очень круто, очень приятно. Но почему же этот рывок вообще возможен? Почему так происходит? Ведь человек действительно профессионал, у него огромное количество опыта. Тут история у нас достаточно, на самом деле, банальная. Большое количество опыта – это здорово, и профессионализм – это очень круто. Но иногда нужен просто другой опыт и взгляд со стороны. Для того, чтобы справиться с проблемой, нужно сначала вообще понять, в чем проблема, назвать ее, увидеть. Потому что если вы проблему не видите, не понимаете, что она есть, то решить у вас ее нет никаких шансов. Ну, разве что в везение, но шансы – это очень маленький шанс. И у сегодняшнего героя сложности довольно заметные, да, то есть они такие стандартные. Диапазон после соль второй октавы – звук тускнеет, зажим появляется, и выдержка недостаточно такая, как хотелось бы, да. То есть она – быстро устаешь, долго восстанавливаешься, чтобы дальше играть. И парадокс в том, что это не проблемы, это симптомы. И такие симптомы, как правило, совокупность проблем. А есть еще много маленьких симптомов, которые, в принципе, вообще люди обычно не обращают внимания. Сегодня это, в сегодняшнем примере, это клики между нотами. То есть идет, например, при движении вниз, особенно это было заметно. Та-ра, вот такой вот переход, да. И, как правило, люди на это вообще внимания не обращают. Ну, там клик и клик, да, ну случайность. И поэтому этим проблемам должно внимание не уделяется. И второй вопрос – это были хрипы, иногда периодически точно так же встречающиеся, и расслоение нот. Точно так же на это обычно никто внимания не обращает. Просто случайность, где-то там играл, что-то там хрипнуло, или там нота как-то прозвучала непонятно, ну и ладно, бывает. Да, по факту это системная проблема, которая частенько встречается, точно так же, как и клики нот, с которыми нужно работать с этими проблемами. Но для этого сначала надо понять, что они у вас есть. Поэтому если вы посмотрите сегодня на свою игру и услышите, что у вас иногда вот эти клики между нотами происходят, особенно это заметно при движении вниз, потому что, ну, там сложнее, вы как бы поджимаетесь наверх, и вниз уже получаются вот эти вот клики. Или подъезды к нотам – это то же самое, примерно та же история. Это вещи, которые нужно замечать. Если вы сегодня внимательно посмотрите на свою игру, то будет здорово, будет полезно, даже если вы просто поймете, что у вас тоже такая же ситуация. Как обычно, я буду выкладывать некоторые видео с занятий. Я, конечно, не всегда записываю, как мы занимаемся, но какие-то там есть все равно моментики, которые можно посмотреть-отсмотреть. Именно, может быть, вы свою какую-то проблему увидите. Но при этом обязательно помните, что каждая история индивидуальная, и некоторые вещи, рекомендации, они конкретно для этой ситуации. Для вашей ситуации могут быть совершенно другие рекомендации, поэтому будьте аккуратны. Занимались мы около пяти месяцев, один-три раза в неделю в среднем, с различной интенсивностью. Были там и перерывчики по две недели, но люди все заняты, поэтому так бывает. Формат сегодня было-стало, то есть я постараюсь каждую проблему из озвученных сегодня сначала показать, потом показать движение, насколько это возможно, потому что, опять же, не все записи, конечно, есть, не все вроки мы записываем целиком. Но, тем не менее, постараюсь вот это вот показать вам разницу и что осталось, именно как мы работали над каждой проблемой. Итак, первая проблема. Начнем с диапазона. Очень частая история. Практически все из нас, трубачей, недовольны своим диапазоном, даже те, кто играет высоко. Но при этом именно вот этот вот диапазон после фа второй, после соль второй, чаще всего начинаются зажимы, звук тускнеет, и очень люди часто обращаются именно с таким описанием проблемы. Ровно два месяца с начала фа второй, чаще всего начинаются зажимы. Тот же самый до мажор. Смотрим, какая разница в звуке, в подаче и в легкости. Послушайте, обратите внимание на звучание. От до первой до до третьей все звуки звучат одинаково, то есть до третьей больше не является проблемой. И мы уже начинаем работать над ре третьей, ми бемоль третьей октавы. И тут важно понимать, что дело не в том, что эти ноты какие-то супервысокие. Кому-то там ре третьей играет, кому-то это вообще какая-то очень высокая планка. Тут вопрос именно индивидуальности случая. То есть человек много лет пытался подняться выше, играть свободнее, не получалось. А сейчас это получается. А сейчас это получается. А до ми доходил? На ми доходил, да. Нет, вопрос не на нота дойти, а чтобы она плотная была такая. Ну попробуй, смотри, опять же, сконтролировать пораньше, да, чтобы она у тебя не на ми там уже пытаться рвать. Смотри, какая у тебя была ми бемоль, какая ми еще. Пока появились относительно более слабые верхние ноты после до третьей октавы. Но при этом они появились и дали запас на вот этих вот нотах от соль второй до третьей. Как раз вот на этом диапазоне, который наиболее игровой для нас, для музыкантов, особенно классических. В принципе, после эры третьей у нас особо нет там какого-то репертуара большого. Уверенность в себе, в собственных силах и понимание, что в итоге все все равно будет хорошо, это очень важная составляющая обучения игре на трубе. Конечно, это должно быть на чем-то основано. Именно поэтому я с вами делюсь различными примерами моих учеников, чтобы вы видели, что бывают проблемы, многолетние проблемы. Но в итоге они все равно решаются положительно при должном усердии и при внимании к этим проблемам. Одна из вещей, которая помогает мне привить ученику уверенность в себе, это понимание того, какие шаги мы уже сделали. И иногда я делаю это с помощью себя самого. То есть мы играем, например, гаммы по очереди или какие-то упражнения по очереди. И если ученик, когда пришел ко мне, слышал, что я играю намного свободнее, увереннее, какой-то регистр или ноты по звуку, и тут вдруг он меня даже иногда побеждает, если так можно выразиться, когда логично, когда человек, который занимается больше, играет свободнее и легче. И я стараюсь всегда пользоваться этим моментом, все время сравнивать, обозначать, что вот смотри, теперь ты уже даже чуть-чуть повыше и полегче играешь, чем я. Это логично, потому что ты занимаешься больше, чем я. Закончил как мастер молодец. Хочет совсем меня унизить и сыграть мейболь мажор для актера. Ключевое слово хочет. И появляется контроль, в том числе и атаки в третьей октаве. Очень просто. Только глаза болит. Петя чувствует силу теперь в этом диапазоне, поэтому всегда хочет попробовать вверх. Это нормально, но с этим главное не переусердствовать. То есть вот этой проверки постоянно, это очень опасная история. Старайтесь двигаться полномерно, пошагово. Конечно, с преподавателем это немножко попроще. Я всегда остановлю, подскажу, что вот хватит уже, разочек попробовал, два и достаточно. Старайтесь выстраивать уверенный диапазон. То есть если у вас до третьей уверенно, играйте больше в этом диапазоне. Пробуйте ре, ми, фа, но при этом играйте основную свою сессию занятий. Стройте именно до своего комфортного диапазона. И появился тот самый звон на нотах, которые раньше звучали тускло. Теперь их можно раскрасить, они начинают вибрировать. Это та самая история, которую люди часто отмечают на примерах моих видео, что у людей начинает появляться действительно звучание. Вы можете услышать, какая разница. Я еще раз сделаю нарезку записи предыдущей, первый вариант. Там будет гамма до мажор, но вы услышите, какая там соль и какая там нота ля. И сравните с этой записью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Появился такой забавный эпизод, когда я сводил это видео. Рядом была кошка, и она услышала подряд эти две записи. И посмотрите, какая разная реакция. То есть насколько действительно другое звучание. Я не мучаю животных, но при этом, естественно, там совершенно другая вибрация звука. И у кошки, конечно, такой был стресс немножко даже от такого напора, от такого уровня звучания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кусочек видео, где мы работаем. И обратите внимание, что это есть первая попытка и есть вторая попытка. То есть, по идее, ко второй попытке уже должны подустать чуть больше губы и так далее, и так далее. Но при этом вторая попытка намного увереннее, потому что все сработало более правильно. И тогда играть легче, тогда контроля больше, как правильно Петя заметил. То есть, эту историю тоже важно учитывать. Если вы правильно все делаете, то результат становится лучше. Но при этом, опять же, не переоценивайте эту ситуацию. То есть, иногда действительно просто губы устали, нужно отдохнуть. Не накидывайте себе, вот, нет, я должен пробить эту историю. Нет, спокойненько. Если не получается, там, два раза попробовали. В основном я стараюсь, вот такой совет даю, что два-три раза попробовали, не получилось. Ну, первый раз вы пробуете, не получается. Второй раз вы пробуете посмотреть, так, а что у меня с губами, что у меня с дыханием, а какая может быть причина. Третий раз пробуете еще разок одну попытку. Ну, не получилось все три раза, ну, значит, и не надо пока, да. Чем-то другим занимаетесь. Ну, вот тоже надо было попасть, как всегда. А потом уже не. До не подготовил, давай еще раз. На соль сядь, до сыграй, потом уже ами, думай, сначала до сыграй. Видишь, и до другая, и ми другая все равно, несмотря на то, что... Да, контролируемая. Да, и ты соль даже чуть подулетел, ну, потому что вот именно она у тебя... Ты уже села, спокойно села, потому что когда ты играл до этого, тебе прям на ми хотелось уже, понимаешь, что про до забыл. Ну, да, да, да. История с выдержкой. Тут, конечно, по видео ты не покажешь особо, какие результаты, да, но если вы, во-первых, Петя, я надеюсь, напишет комментарий под этим видео, о том, какие у него произошли изменения, и по разговорам я помню, что, во-первых, он стал играть намного дольше, ему стал играть легче, и очень еще такое важное изменение, я его тоже заметил, когда менял... Тоже менялась у меня постановка, когда я работал со своими историями, что гораздо легче выходить обратно в занятия, то есть после перерыва какого-то нет таких провалов. Мы думали, как же отразить прогресс именно в выступлениях, потому что для музыканта, конечно, самое важное — это выступление, но, наверное, для того, чтобы объективно оценивать этот момент, надо все-таки одно и то же произведение, чтобы было сыграно сначала в варианте предыдущем, потом, значит, в варианте уже после каких-то изменений. При этом пандемия еще вынесла свои коррективы, и концертов очень мало, поэтому надеюсь, что вы поняли динамику и исходя из видео с занятий. Вот такая сегодня история. Делитесь вашими историями, вашими проблемами, делитесь в комментариях, потому что само обсуждение ваших ситуаций может помочь определить проблему. Не всегда те вещи, которые мы называем проблемами, на самом деле являются проблемами, они являются чаще только симптомами. И для того, чтобы проблему определить, иногда нужен взгляд опытного человека, профессионального человека или просто другого человека, потому что он, например, этот вопрос уже решил. Поэтому обязательно оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, радуйся кнопкой подписки, чтобы новые видео не пропускать. Удачи на пути и до новых встреч!